Здравствуйте! Вы спрашивали, отчего дождь становится ледяным? Интереснейший вопрос. Вот как вы думаете, выпадает ли дождь при минусовой температуре воздуха? Теоретически не должен, ведь вода должна замерзнуть. Но на самом деле дождь выпадает даже при температуре минус 15 градусов Цельсия. Только каждая капелька упакована в ледяную капсулу. Падая, капсулы разбиваются, вода вытекает и намертво схватывается морозом, образуя наледь. Это явление и называется ледяным дождем. Можно сказать, что это нечто среднее между дождем и мелким градом. Но все-таки это не град. Градины представляют собой полностью заледеневшую воду, поэтому они тяжелее и обладают большой ударной силой. Тают градины постепенно. А как же образуются капсулы ледяного дождя? В атмосфере образуется слоистый пирог из теплого и двух холодных слоев воздуха. В верхнем холодном слое влага замерзает и падает вниз. Попадая в теплый слой, эта влага тает. Но затем на ее пути снова оказывается слой холодного воздуха. Образуются хрупкие ледяные шарики с водой внутри. Шарики эти нестабильны. Верхний слой разрушается при контакте с твердой поверхностью. Вода попадает под воздействие крепкого морозца и превращается в полноценный лед. Стекая с веток, проводов и других поверхностей, вода быстро застывает, не успев от них оторваться. В итоге вода окутывает поверхности, на которые попала, слоем наледи. Ледяной дождь – причина образования ледяного кокона вокруг проводов, антенн, ветви деревьев. На первый взгляд, очень красиво. Сады, парки, леса становятся хрустальными. Но это явление природы опасно, так как под тяжестью льда большие ветви и сучья дерев ломаются, линии электропередачи обрываются. По классификации метеорологов, ледяной дождь относится к так называемым облажным осадкам, которые выпадают монотонно на протяжении достаточно длительного периода времени. Но в науке о погоде есть и такое понятие, как ливневый снег. Но в отличие от затяжного ледяного дождя, он относится к ливневым осадкам, характеризующимся внезапными, частым и резким изменением интенсивности. Бывает он при плюсовой температуре и опасен тем, что резко ухудшает видимость. Как поется в песне «То ли дождь, то ли снег, то ли любит, то ли нет». Но это уже совсем другая история. Новый стандарт 32 у нас лечится в удовольствии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова